Флоренский в этом смысле довольно локальный продукт, это такая как бы местная, местный локальный продукт. И как бы масштабирование, что на мой взгляд является крайне вредной практикой для понимания культурных явлений. Культурные явления лучше не масштабировать. Их лучше изучать как бы как некоторые такие вот отдельные какие-то пространства, да, относительно изолированные. Лучше всего философию изучать не историческим образом, не истонизировать философию. Потому что вот история философии это довольно ложное как бы представление о том, что существует некая как бы идентичная самой себе практика под названием философия, которая вот развивается там от четвертого века там в Афинах и до современного там, не знаю, аналитической там какой-то традиции еще какой-то. Поэтому в этом случае флоренский это, если не масштабировать его, он невероятно интересен. И интересен как раз в том смысле, что он, конечно, является философом, который мыслит или мыслителем, который мыслит, думает не дуальным способом. То есть он не продолжатель такой картезианской феноменологической линии философии, а скорее продолжатель таких халлийских мощных философских моделей, как, например, платонизм, неоплатонизм, спинозизм частично, лебницианство. И вот то, что меня подтолкнуло к флоренскому, это, конечно, то, что флоренский такой очень лебницианский ориентированный мыслитель, в том смысле, что его интересуют множественные субстанции. То есть его интересуют, как бы, вообще фигуры множеств различного рода. И то, что он из теории множеств, из математики пришел, как бы, к богословию и философии, это для меня было очень большое интересным связанное. Он, к тому же, прекрасный стилист и писатель, что немаловажно для философа. Например, по Бергсону мы можем судить, что Бергсон, который получил Нобелевскую премию за литературу, один из немногих философов XX века, который умел блестяще писать. И это же относится к флоренскому. То есть у него совершенно блестящие тексты, которые отмечают очень широкий круг его интересов. То есть его, как бы, интерес к древнерусскому искусству, его интерес к пространству, художественному пространству и постановку вопроса об искусстве, как о определенном типе пространства. В свое время, когда вот эти все сюжеты были открыты с помощью Тартовской школы, такого структурализма и постструктурализма, это произвело настоящую революцию, как бы, в представлении. Но эта революция не закончилась. То есть флоренский сегодня, мне кажется, если к нему подходить не исторически, а генеалогически, то есть пытаться понять, откуда генеалогия такого рода мыслителей, да, какую роль играет математика, какую роль играет, там, теология, какую роль играет такой аристотилизм, в смысле интереса к, естественно, природным, как бы, объектам. А он был большой, как бы, исследователь еще и природных всяких вещей, его инженерная мысль. Вот до его очень странной политической философии, которую, там, либеральный, как бы, фейсбук русский объявил фашистской, да, что является довольно спорным утверждением, на мой взгляд. Потому что у него есть одно письмо, там, письмо к Сталину, даже, так, это проект его политической реформы в России, который, конечно, напоминает вот эту идею корпоративного государства, государства, где все граждане объединены единой целью. Вот. И, но это, скорее, платонизм. Тут надо знать, что Флоренский большую часть жизни прожил в Сергиеве Посаде, он знает, что такое монастырский устав, что такое все эти довольно интересные практики совместной жизни, совместного делания в монастыре. Является ли монастырь фашистской организацией? Я сильно в этом сомневаюсь. Потому что все-таки там совершенно другие цели и другой, как бы, другой этос, как бы, монастыря, да. Но для современного горожанина, утонченного и нежного, да, существа, который проводит, в основном, время за экраном, да, даже само представление о том, что можно пожить, скажем, месяц в монастыре, является каким-то, ну, почти, как бы, угрозой на уровне, там, не знаю, концентрационного лагеря просто. То есть месяц без социальных сетей, в какой-то, там, довольно простой еде. И, ну, вот это все. Вот. Поэтому, конечно, словом, фашист сегодня может очень многое маркироваться, как некая такая нелиберальная аксиология, да. Вот. На мой взгляд, как бы, даже либеральная аксиология очень сильно поменялась по сравнению, там, с девятнадцатым веком, когда, с началом двадцатого века, когда либерал был скорее, как бы, носителем такого, как бы, идеи республиканизма и некоторых, как бы, таких просто практик публичности, публичного обсуждения, там, и так далее, нежели сейчас, когда либерал, это, или, означает все, что угодно. Любая позиция, как бы, которая не приемлет никакую идентичность, да, она может, как бы, отсылать к какому-то современному типу либерализма. У нас, вот, Кутемас мало, относительно мало исследованный, опубликованный весь корпус, как бы, наследие в Кутемасах. Есть такое одно французское издание, где в двух томах представлен просто весь спектр визуальных объектов, придуманных в Кутемасе, и это, конечно, вполне себе уровень Баухауса, если не выше, да. И вот он там преподавал, собственно, дизайнером и инженером. Он преподавал, вместе с Фаворским, историю искусства и историю мысли, именно как историю практических определенных навыков, вот, что важно, что стало модным уже в Европе после Второй мировой войны, когда там Адо и Фуко под влиянием Адо стали понимать как бы философию как некоторое практическое упражнение, да, будь то секулярное или спиритуальное, религиозное. Но суть в том, что и религию, и секулярные практики флоренский понимает скорее на манер более радикальные, чем либеральные, как бы, мыслители. То есть он, как вот Шмидт, например, в своих текстах 20-х годов, он предлагает для того, чтобы понять политическую позицию кого угодно, попытаться мысленно редуцировать ее к некоторым религиозным основаниям, даже если это светская позиция. Флоренский исходит примерно из этой же установки. То есть он предлагает для того, чтобы понять, что такое современная цивилизация, редуцировать ее или воссоздать на ее основе какой-то воображаемый религиозный культ, да. И это во многом помогает понять цели, зачастую скрытые, той или иной практики цивилизационной или цивилизации, как бы, в целом, да. В этом смысле он, конечно, находится в одной волне и со Шмидтом, и с Хайдеггером, но и с Бениамином тоже. То есть здесь разделение на правую и леволиберальную мысли до какого-то момента несущественно, нерелевантно. Потому что сам интерес к философии как практике, к смыслу как к пространственно развернутым как бы объектам, да, или совокупностям структур, множественных структур, да, вот это вся, как бы, это направление, это поворот мышления, да, ну, понятно, что он частично связан с лингвистическим поворотом, но не только. Там очень много антропологии, там очень много других источников, которые формируют мысли. И в этом смысле Флоренский, конечно, принадлежит, как никто из русских философов, в гораздо большей степени 20-му веку, второй половине даже 20-го века, нежели, как бы, так называемому Серебряному веку. Единственный, кто, может быть, с ним сравним, это, конечно, Розанов. Вот, по силе своего тоже мыслительного и такого литературно-практического дара, да, вот, но вот Розанов, Флоренский, и, конечно, они, на мой взгляд, несопоставимо более интересны и современны, чем тот же, там, Герзаев, Шестов, там, например, и философы, как бы, классические философы Серебряного века, такие русские протоэкзистенциалисты и, вот, как бы, идущие от левой мысли, от марксизма в сторону религии. У Флоренского не было такого поворота. Он, скорее, шел от такого, я думаю, спиназизма к спиритуализму. Есть, у него еще, чем он интересен, мне кажется, последнее, что скажу, это то, что у него очень много, как и у Лейбницы, кстати, очень много очень глубоких идей и мыслей высказано, совершенно не ничтожных по месту и по форме каких-то текстов, каких-то записей бесед. Например, недавно вышло, он тогда жил в Москве, когда я не жил в Москве, а когда я ездил во Вкут-Эмасу, он останавливался у своих друзей, такая семья людей, которые занимались кукольным театром Ефимовы. Жили они недалеко от Красных Ворот, этот дом до сих пор остался во флигеле такого большого восьмиэтажного дома начала века. И вот там недавно вышла книжка «Бесед» его, когда он останавливался в этой семье, и там есть совершенно фантастические, очень глубокие мысли относительно того, что происходит в России в середине 20-х годов, как вообще организовано как бы какое-то его мышление, на что оно ориентировано, как оно связано с религией, и как оно как бы по-другому связано, нежели религию привыкли понимать. Уже в начале 20-го века, например, моральное богословие и так далее, то есть он в этом смысле, он такой радикальный, конечно, мыслитель, повторяю, стоящий в одном ряду с Хайдегером, Бениамином, с Бартом, не Раваном, а богословом немецким. Ну, то есть, современен ли он, ну, по крайней мере, я могу сказать, что он очень многое отдает до сих пор и культурной антропологии, и социальной антропологии, и такому продвинутому искусствознанию, которые, в общем, через такие тексты очень многие свои сюжеты оформляют, мне кажется. Субтитры создавал DimaTorzok